Здравствуйте, друзья мои! Очень хорошо, что вы пришли. Располагайтесь поудобнее, одевайте наушники и слушайте. Сегодня мы читаем рассказ Агаты Кристи в случае с женщиной средних лет. Не забывайте ставить лайки и писать добрые комментарии в поддержку канала. Это будет дополнительным стимулом для того, чтобы мы читали для вас ваши любимые произведения. Итак, Агата Кристи в случае с женщиной средних лет. Свою супругу, миссис Пакингтон, увидела прежде, чем он увидел ее. Джордж был со своей молоденькой служащей. Обе пары танцевали, когда орбита танца сблизила их. Миссис Пакингтон беспечно просила «Привет, Джордж!» Ее очень позабавило изумленное лицо супруга. Сначала просто, красное, потом покровое. То было изумление, смешанное с чувством вины, которое теперь стало очевидным. Миссис Пакингтон развлекалась, ощущая себя хозяйкой положения. Усевшись за столик, она стала наблюдать. Бедный старый Джордж! Какой он толстый, какой лысый, как он ужасно подпрыгивает! Он танцевал следой моде двадцатилетней давности. Бедный Джордж! Как страшно ему хочется быть молодым! И эта девочка, бедняжка, она притворялась, что получает удовольствие делать танцы, но лицо ее выдавало, чтоб партнер ничего не заметил. Она прятала лицо на его плечи. А самой Миссис Пакингтон можно было в тот вечер только позавидовать. Она взглянула на безупречного Клайда, который сохранял тактическое молчание. Как он понимал ее? Ни разу ничем не задел ее самолюбие, чем неизбежно грешат иные мужья. Она взглянула на Джорджа, потом опять перелос взгляд на Клайда, и их глаза встретились. Взор его прекрасных, черных, романтических, печальных глаз был таким нежным, когда он улыбался. «Потанцуем еще!» — прошурчал он. И они танцевали. И это было божественно. Джордж следил за ними виноватым взглядом. Она это чувствовала. Неплохая эта идея заставить его ревновать. Давно такого не было, но, честно говоря, ей совсем не хотелось, чтобы он волновался. «Зачем ему бедненько волноваться? Пускай всем будет легко и приятно». Когда она вернулась, мистер Бакингтон был уже дома, по крайней мере, целый час. Он держался неуверенно и был очень смущен. «Кмм!» «Вот ты вернулась!» «Только и нашел за мной!» Миссис Бакингтон сбросила вечернюю накидку, за которую заплатила сорок геней, и с улыбкой ответила. «Да, как видишь, я вернулась!» Джордж откашлялся. «Это довольно странно встретить тебя. Правда. Я, ну, я думал, что это будет хорошо пригласить эту девушку. У нее дома нелегкая жизнь, я думал. Но я думал, что делая доброе дело, миссис Бакингтон, понимающий кивнула. Бедняга Джордж подпрыгивает на своих ножках, обливается ботом и еще убивается самим собой. «Кто этот парень, который был с тобой? Кажется, я его не знаю. Фамилия его АллатРа. Где ты с ним познакомился? О, мне его представил кто-то из знакомых!» «Неопределенно ответила миссис Бакингтон. «Довольно странная затея в твоем возрасте идти куда-то танцевать. Ты не должна поступать так опрометчива, моя дорогая!» Миссис Бакингтон наутнулась. В эти минуты она слишком любила жизнь, чтобы отвечать на замечания подобного рода. Поэтому, дружили, сказала, «Переменно всегда приятно. Ты не находишь. Тебе надо быть осторожней, моя дорогая. Молодые бестельники так и шныряют вокруг. Знаешь, как их называют?» «Ленивые ящерицы. Иной раз женщины среднего возраста вроде тебя делают глупости и попадаются на удочку. Я просто предупреждаю. Мне не хотелось бы, чтобы ты вела себя неподобающим образом. Я нахожу, что любые уроки полезны», заметила миссис Бакингтон. «Ну да. Надеюсь, что и ты так думаешь. Самое важное, быть счастливым, не правда ли? Я помню, ты сказал это мне за завтраком дней десять назад. Муж посмотрел на нее испытывающее, но в выражении лица и голосе не было идей и сарказмом. Она земнула. Я должна лечь в постели. Кстати, Джордж, в последнее время я стала мотовкой. На днях должны прислать ужасающие счета. Это ничего. Счета? Ну да. За платье, за массаж, за лечение волос я стала бессовестно разточительной. Но знаю, ты не рассердишься. Она направилась к лестнице, ведущей в спальню, а мистер Пакингтон остался стоять с открытым ртом. Мэри была на удивление покладистой во всем, что казалось сегодняшнего вечера. Просто внимания ни на что не обратила. Но прискорбно, что она начала транширить деньги. Она поразит с экономией. У женщины Джордж Пакингтон покачал головой и братья его девушки влипли в какую-то историю. Конечно, он был рад помочь. А будь оно все неладко, не очень-то хороши его дела. Вздыхая, мистер Пакингтон начал медленно подниматься по лестнице. Нередко истинный смысл, прозвучавшийся в минуту слов, доходит до нас под ней. Лишь на следующее утро миссис Пакингтон прислушивалась к тому, что сказала ему уж накануне. Ленивый ящерица, женщины среднего возраста, попадаются на удочку. Миссис Пакингтон обладала храбрым сердцем, и она бесстрашно поставила себе перед лицом фактов. Наемные кавалеры, профессиональные танцоры, она от них читала в газетах, читала и обезрассудствовал женщину, которому под сорок. Принадлежал ему и клави к типу наемных кавалеров. Я начинал оказаться, что да, с другой стороны за таких платят, а клави всегда платил за нее. Да, но ведь это платил мистер Паркер Пай, а вероятнее всего это ее собственные двести теней. Ну, а сама она, может быть, и она просто кусы не среднего возраста, может быть, клави ладрил, насмехался над ней за спиной. При этой мысли лицо ее запылало. Итак, клави профессиональный кавалер, она дама пресловутого среднего возраста. Что ж, тогда следует что-нибудь выпить поместить? Золотой портсигар, например, или что-нибудь в этом роде. Вот мы и закончили. Друзья мои, не забывайте ставить лайки и писать добрые комментарии в поддержку канала. Это будет дополнительным стимулом для того, чтобы мы читали для вас ваши любимые произведения. Спасибо за субтитры!